Мы вам вручаем социальную карту. Первую социальную карту этим летом вручили Рэму Лянсбергу прямо на даче. 83-летний преподаватель химии Камчатского вуза в детстве пережил блокаду Ленинграда. За мои 52 года, что я на Камчатке и все время преподаю в одном и том же учебном заведении, я надеюсь, что я в какой-то степени это, наверное, заслужил. За 4 месяца социальную карту получили около 300 человек. Это ветераны и инвалиды Великой Отечественной, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Сейчас с помощью этого платежного документа можно приобретать продукты со скидкой в крупнейших магазинах и торговых сетях нашего региона. В будущем перечень услуг планируют расширить. Нам бы не хотелось, чтобы она оставалась просто скидочной картой. Она должна использоваться и на транспорте, и, возможно, в качестве пропуска в отдельные социальные организации, а также, конечно, как инструмент бесплатного получения различных натуральных услуг, например, определенного количества бесплатных посещений, музеев, театров, кинотеатров и так далее. В 2021 году социальную карту планируют раздать всем ветеранам труда, а их на Камчатке почти 40 тысяч. Следующими владельцами карт могут стать все пенсионеры. Это не единственное нововведение в этом году в сфере социальной защиты. Так на полуострове реализовали проект «Камчатская рыба». Отдельное спасибо рыбопромышленным предприятиям, которые поучаствовали в этой акции и предоставили заметную скидку на свою продукцию от 15 до 20% для торговых организаций города. И, соответственно, отдельное спасибо и торговым организациям, которые полностью взяли на себя транспортные расходы и привезли вот эту уже ставшую доступную рыбу в свои магазины и реализовывали ее с минимальной торговой наценкой. Восемь видов рыбной продукции можно было приобрести с 30% скидкой. В будущем проект «Камчатская рыба» планируют сделать постоянным, заявил Владимир Солодов. Рисон Латыпова, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство «Камчатка». Рисон Латыпова, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство «Камчатка».